Это раньше социальные сети были развлечением. Сейчас они и источник оперативной информации, и возможность получить ответ на свой наболевший вопрос. Открытость власти, которую провозгласил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, предполагает активное использование интернет-ресурсов. Соцсети это сейчас самый быстрый, простой и информативный способ общения. Соцсети это общение, поэтому призываю вас не только отвечать на комментарии, а больше общаться, привлекать жителей. Аккаунты в соцсетях есть и у президента России, и у губернатора Подмосковья, и у главы Одинцовского района. И многие интернет-пользователи видят в этом возможность напрямую рассказать о своих проблемах тем, кто их может решить. Мы сейчас видим, что активно идет запрос жителей по своим проблемам в обращениях. Нужно обязательно оперативно отвечать. Мы сейчас это все мониторим. Эти обращения, как правило, не имеют отношения к политике. Чаще всего люди просят решить проблему в сфере ЖКХ. Руководитель главного управления информполитики области настоятельно рекомендует отвечать на подобные сообщения не дольше трех часов, а приглашенный на семинар специалист в области социальных медиа Валентин Васин добавляет, отвечать нужно на все сообщения, включая те, в которых содержится ненормативная лексика. Правда, при условии, что доля конструктива в них тоже есть. Если мы видим ненормативную лексику, то мы ее обязательно удаляем, но после удаления мы пишем комментарии, что мы удалили ваш комментарий потому-то, потому-то, что там был мат, там было прямое оскорбление кого-то из каких-то других персонажей, либо оскорбление кого-то из сотрудников самой компании. Поэтому комментарий был удален, а проблему, о которой вы сказали, мы взяли в работу, и мы сейчас ее решаем вот так, вот так, и в такой срок мы ее решили. В течение нескольких часов сотрудники администрации подмосковных муниципалитетов и представители информагентств учились грамотно вести себя в соцсетях. Управление информационной политики региона обещает, что этот выездной семинар первый, но не последний. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»